Война начнется 22 июня. Считаю крайне необходимым спасти людей и флот, и в случае фактического нападения дать противнику достойный отпор. Умение в критической ситуации сохранять холодный рассудок и безошибочно оценивать ситуацию главной оружия адмирала Николая Кузнецова. Нападение фашистов на Советский Союз было неожиданным даже для многих военных, но только не для него. В июне 1941 года, за несколько часов до начала войны, Кузнецов объявил всем флотам боевую готовность. Первый удар врага моряки встретили во всеоружии, не потеряв ни одного корабля. Это кино про человека в условиях, именно когда его вот эти решения, они невольно делали его героем. Он ходил по такому-то вот тонкому льду, и большое количество людей сомневалось, и были уверены, что это ошибка. Мы отдали врагу достойный отпор. Это было, конечно, удивительно. Все были в этот момент, конечно, и восхищены, и мужеством этого человека. От первой до последней серии морские сражения и напряжённая игра на опережение с умным, расчётливым и беспощадным врагом. Непростая ситуация на фронте требует от Кузнецова принятия рискованных решений, от которых будет зависеть судьба страны. Никакая война не способна затмить простые человеческие чувства к тем, кто всегда ждёт дома. Для Николая Кузнецова таким талисманом была семья. В самый сложный момент жизни любовь становится спасательным кругом и помогает герою не сбиться с курса. Жена адмирала Кузнецова не адмирал в семье. Я думаю, что это вот жена, о которой все мечтают. Она очень тонко и хорошо чувствует этого человека, понимает, что ему нужно, понимает, где надо промолчать, где надо спросить, где надо по-своему надавить, подтолкнуть. Но в основном она, как сказать, держит тылы. Верность своим идеалам, мужество и безоговорочная любовь к родине – главные принципы адмирала Кузнецова. Погрузиться в историю, стать свидетелем драматического противостояния можно будет уже сегодня на платформе «Смотрим». Продолжение следует...